свободен ли человек на земле большая ошибка большей части человечества вместо того чтобы обратиться внутрь себя и начать решать самую главную задачу на эту жизнь познать себя и свое место в жизни человек ищет спасение вне себя самого человек сосредоточен на борьбе с внешним миром есть всего одна схватка сейчас на этой планете и она идет только на личном уровне внутри вас вот хорошие притча в которой старик открыл своему внуку одну жизненную истину в каждом человеке идет борьба очень похожая на борьбу двух волков один волк представляет зло эгоизм зависть алчность ревность сожаление обиду амбиции ложь агрессию другой волк представляет добро мир любовь надежду истину доброту и верность внук тронутой до глубины души словами деда задумался а потом спросил а какой волк в конце побеждает старик улыбнулся и ответил всегда побеждает тот волк которого ты кормишь нет врага которого можно атаковать кроме себя если вы будете заняты атакой кого-то другого вы воюете против себя тем самым вы растратите драгоценную энергию и силы которые вам даны для созидания и в любом случае проиграете если вы выполните свою задачу перед собой познайте себя и законы мироздания и начнете их соблюдать то больше не будет никаких битв ни в душе не в реальности потому что нет зла нет добра во вселенной все находится в равновесии в балансе если есть кажущийся хаос на земле то во всем этом есть глубинный смысл и выше замысел пришло время открыть для себя этот великий замысел творца и стать свободным в данных жестких условиях земного воплощения кто-то эти условия может сравнить с тюремными потому как человек считает что от него ничего не зависит и как ему кажется он не может изменить этот несправедливый мир полный насилия зла для тех кто так думает помните заключенные в условиях внешней несвободы все еще могут решать что делать им воображаемой тюрьме с инструментами которые им даны самого рождения для прохождения этой суровой школы жизни на планете земле эти инструменты помощи свыше находится везде особенно в наше время истина хочет чтобы они знали истину сегодня нельзя скрыть она хочет чтобы вы не знали приглашает вас каждый момент вашей жизни она стучится ваши двери через книги интернет людей собственные мысли и догадки в том числе эту книгу вся нужная информация дана человечеству в полном объеме для выхода из своей внутренней воображаемой тюрьмы кроме этого каждый человек приходит в этот мир с уникальным набором качеств и способностей предопределенных еще до его рождения с необходимым числом инструментов которые нужны для выполнения своей земной миссии помните тюрьма не вовне она в голове вашей сформировавшейся субъективной реальности но и в тюрьме можно быть внутренне свободным и даже счастливым создавая себе позитивную реальность у человечества гораздо больше власти чем она думает вернее ему навязали так думать а тюремщики очень стараются чтобы человечество не проснулась от навязанных иллюзий они очень боятся того дня когда люди поймут что оказывается они находятся в воображаемом или иллюзорном заключении от намерение каждого из нас и твердой позиции стать внутренней свободным зависит сегодня многое если вы думаете что от вас ничего не зависит то с вами сделали именно то что и планировали сделать определенные силы чем больше люди разделены и обособлены тем легче ими управлять определенные внешние силы делают все для того чтобы внедрить в сознание подсознание человека что есть внешний враг и мир враждебен эти силы сеют повсюду раздор между людьми и насаждает ненависть друг другу они подводят сознание людей к тому что придет никто кто спасет всех и настанет рай на земле тем самым подводя к идее мирового господства в лице одного лидера для чего все войны велись и ведутся как на земле так и на невидимых планах для отъема ресурсов в первую очередь энергетических и в большей степени это не нефть газ и прочее а от человеческой выделяемой энергии если в животном мире как и в прошлых веках отбор ресурсов происходит напрямую через агрессию то на разумной стадии развития индивида и социума эта борьба за ресурсы энергию происходит более завуалирована через хитроумное запутывание сознания человека и в этой борьбе все средства хороши главный секрет который скрывает от нас люди определенные силы это то что именно мы на этой планете главнее тех кто сейчас в руле человек легко может переломить сложную ситуацию на земле если он проснулся освободился от страхов и стал внутренне свободным